всем добрый вечер у меня вот такой пион представляете какая красота и вот там вот лазит этот муравьиш муравьиш может его срезать у нас вроде бы ночью будет мороз этот мороз о чем говорю то какой мороз дочь наверно будет потому что все небо вот такое как говорит моя мама на ков дуба ссылась небо мабуть будет моква вот такие вот такие творится что-то будет что-то будет мабуть будет моква вот такое будет моква в 00 это что в 12 часов ночи начнется моква может даже ран ранесенько будет ой порезалась юлка так подросла вот эта елка она почему-то как-то вообще на 50 сантиметров с мая месяца она вот так подросла вот эта палочка сверху стоит она была вот такая до серединки вот так ничего себе это вот сколько выросла а вот это мне меньше почему-то растет это елочка называется колонок колонок вот и думаю может срезать этот пион такой аромат он так пахнет потому что вот эти вот муравьи его просто атаковали вот такой он там красивый и вот этот еще раз цветет и вот еще один это вот первый год он собирается цвести и я смотрю вот еще собирается выбивает тоже еще зацвели вот такие гвоздики многолетники по-моему и они лихнист называют здесь вот ясколка вот это ясколка вот она такая опять ветер я ничего сегодня не сделала я повесила шторы зал ой громыхаю вот а так больше по-моему ничего не цветет петуньи там цветут вот но вот это то не исколка хотя как вторая там называется не исколка исколка другая маленечко хотя его его и забыл не исколка подскажите кто знает вот такая вот анютка фиолетовая красивая и бело-желтенькая циния а этот не будет цвести пион он будет цвести на следующий год цвела моя питонка и вот тут выбивают еще новые такая вот анюточка расцвела здесь вот эти цветут красивенько сейчас хочу вам показать расцвела у меня ипомея они закрылись вечер вот питунья фиолетовая вот она будет цвести и у меня собралась нет это показалось это вот фасолька вот она закрылась фиолетовая она вечером закрывается это ипомея вот цвела фиолетом и вот еще будет цвести завтра если дождика не будет вот она вот так по палочкам плетется а потом вот вверх по ниточке по шпагату но туда наверх вот такие большие эти собачки которые стреляют действие на пальчик одевали делали как будто бы маникюр сюда спрятала все лист все листы да у меня еще этот хмель тоже где-то видела одну шишечку тоже собирается свести вот такую выбил стрелку огромную надо будет его завтра там подвязать них ко мне ходят эти ухты ко мне ходят эти соседские коты достали меня яблоня до самых проводов это же неправильно наверное мешает вот летит самолет самолет они вообще летают над моим домом прям вообще полетел в москву полетел малина так цветет так красиво цветет столько много ягод будет это хорошо я люблю малину и малину люблю больше вишни люблю черешни люблю клубнику не люблю ой стреляют такие долбаные мотоциквист постирала носочки повесила дочкины все полиняли блин от кроссовок красные не отстирываются постирала вещички повесила открыла уже подвал он у меня уже сохнет картошки картошки было немножко я ее холодильник занесла уже все открыла пусть сохнет там уже ничего нет одни банки нарвала сегодня вот такую вот такую травку желтенькую не знаю что это такое хочу маме позвонить спросить если вы знаете что это такое напишите в комментариях это типа мимозы только полевые ой как они пахнут они так вкусно пахнут положила здесь хотела подвесить вниз головой вот так не с головой пусть сохнут какая-то лечебная же травочка вот вот такая красота вот такая красота они очень ароматные очень пахнут оба слежат я потом это потом это повешу надо вот это все снимать пойдет это дождь не пойдет это то есть я сегодня планировала дела какие-то делать но абсолютно ничего не делала потому что на меня напала какая-то нехотение ничего не делали я сидела делала шторы повесила вот такие фиолетовые питонии вот это мучиться вишня ничего не делал так что у нас тут у нас тут ребята клубники сколько посмотрите это земляника это тоже земляника это клубника большая это вот ремонтантная которая до осени но она это почему-то рано как-то она у меня мне вообще все рано почему-то хоть несколько ягодок дочки сорвать ох ты ох ты какая красота посмотрите-ка надо эти стаканчик брать собрать а то муравьи соберут вместо меня все и здесь тоже много но здесь я решила завтра буду все собирать кто-то пилит и пилит весь день пилят и пилят 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 и пилят травы у меня очень много морковка морковки вот такая трава капец я вчера вот подрыхлила томаты вот здесь немножко их сделала им этот какой называется мульчук островы вот скосила травку сюда положила а то почему-то оголяется этот корень подвязала здесь но это у меня низкорослые томаты подвязала их и у них есть веревочки если что я туда кверху подвяжу и убрала полила вчера и удобрила их убрала пасынки вот эти тоже закрыла вот так вот от это от ветра они все цветут у всех есть уже помидорки маленькие я хотела макбором еще сегодня сделать но ничего не сделала ух ты у меня вот так малина цветет вообще шикарно просто шикарно просто шикарно я люблю эту малина она очень вкусная так у меня вот это место и осталось горяком но я там проращиваю эти кабачки и томаты по кабачки и патиссоны как-то он медленно растет что-то ему не хватает надо его подкормить это что-то кто-то жрет вот какой-то вот здесь место какое-то непонятное надо его это навозиком подложить и и что-то ему не нравится то ли гусеница здесь то ли что вот что-то ему не нравится прошлом году у меня здесь росли кабачки ну тоже как-то плоховасто что-то но земля тут конечно земля тут чё тут этот как он называется глина поэтому поэтому вот так вот положу ему пусть навозики сидит пусть греет его хорошо у меня вот этот остался я его вот сюда подложу а то ему или что-то грызет его или что-то ему надо не знаю короче такие пироги а вот это то тоже вот этот это патиссон тоже надо подложить сюда но сейчас подложу это по-моему этот это патиссон это по-моему жёлтый кабачок здесь что-то лезет тоже вот надо полоть а я решила дома раз мне ничего не могу делать а вспомнила почему не могу ничего делать потому что очень было жарко 28 градусов и я ничего не могла делать что очень плохо было голова как чугунная какая-то поэтому ничего не могла делать но до 4 капли упадает там далеко у нас собираются школу открывать вон на горе она белая бело-серого такого цвета светится огоньками вот я вчера прорыхлила лук прорыхлила здесь и убрала сорняки свекле ее конечно надо будет прореживать потом пока пусть она растет она еще маленькая редиска салатики здесь прорыхлила и убрала траву в подсолнухах в луке в горохе здесь вот я сеяла бархатцы вот они растут надо еще палочки поставить но дождь пройдет и я завтра будет легче уже проставить вот такие огромные подсолнухи наравне блин с черноплодкой и здесь прорыхлила сделал оборудку чтобы вода если попадает здесь чтобы она туда стекала вот видите как свекла хорошая вот эта свекла хорошая и пакетика была и она вся вылезла до этого я сеяла вообще ни одной не было и салатики здесь но единственное что здесь не вылезла у меня я так и не нашла это это петрушка корневая на корень я как сельдерей и делаю это на зажарку там везде пускает вот прорыхлила здесь еще чеснок вчера выпала здесь травку и пролила ее этой водяшкой здесь я солью его поливала и земля такая сбитая получилась и сделала вот эту бороздку вот оттуда оттуда фасоль фасоль вот так идет и сюда в яблоню будет уходить дождик чтобы ее поливала потому что сюда вода не доходит здесь у меня фасоль я потыкала куда она не влезла я уже узнала куда ее тыкать там у меня получается мята это еще первый год когда я садила семнадцатом году она так и растет здесь отошла яблоня вот так позеленели листики вчера я посыпала подкормила также капусту вчера и посыпала табазолом и золой посыпала капусту эту и вот эту посыпала потому что эту что-то жрет и уже потом посмотрела я ее жрет какая-то черная мошка черная мошка уже в интернете там в вайбере посмотрела у всех такая беда у нас здесь в гранусь в этом хомутово вот у всех такая и вот думала же сегодня доделаю дела но не доделала поэтому буду закругляться потому что пошел дождик здесь капусту все я подкормила а тут у это тоже подкормила бодяжкой но это ну не хватило туда табазола я ее не посыпала вот эту только посыпала потому что здесь жрет непонятно что там вроде бы нету и здесь тоже лезет картошка тоже надо все пропалывать рыхлить только потом надо будет только потом надо будет уже когда она будет побольше надо будет ее окучивать вот такие огурцы у меня уже некоторые цветут такие все большенькие все мне такая длинная большая рядочка огурцов здесь тоже малинка цветет сегодня утром ходила здесь очень много было пчел тоже цветет очень радует очень радует здесь цветет здесь вылезла фасоль вот это здесь огурцы у меня сейчас я их накрою потому что дождик тоже попускали усы но еще не цветут в этом им здесь очень комфортно очень хорошо сейчас все буду закрывать и здесь эти тоже подкормила не цветут помидоры но еще как бы вроде маленьких нету хотя где-то видела вот маленькая висит помидорочка маленькая здесь еще цветут эти так здесь тоже все подкормила прорыхлила выбрала тут эту всю траву здесь весь висят вишни вишни со вкусом черемухи это черные вишни будут вот такие вот тоже тоже тля муравьи таскают эту тлю собирается все здесь вот ну а здесь шикардос конечно как никогда это впервые в жизни у меня такое везение такие томаты в июне месяце ростик сильно пошел я абсолютно не понимаю про кабачки не знаю они цветут но не знаю что им делать чтобы они завязывались сами вот эти вот как их называется сами кабачки и получается здесь эти перцы 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 растут вовсю большие тоже не понимаю в перцах ничего я раньше выращивала только их в открытом грунте поэтому не знаю как они должны быть у меня они всегда